Это новости на канале НСК 49 в студии Татьяна Учегжанина. Здравствуйте! И смотрите сегодня. В Новосибирск за наукой. Пять маршрутов научного туризма разработали в Новосибирске для гостей города. Туристам предложат посетить институты Академгородка и, конечно, зоопарк и дельфинарий. Ремонт назначен и будет сделан. В Дзержинском районе запланирован ремонт дорожного покрытия на основных магистралях. Работы начнутся, когда ночная температура будет выше 10 градусов и закончится в июне, пообещал подрядчик. 80 лет в стране детства. Городской дворец детского творчества «Юниор» отметил 80-летний юбилей. В разные годы в его кружках занимались Александр Карелин, Анна Кикина, Павел Прилучный и Анатолий Локоть. А теперь об этих и других событиях более подробно. Ремонт проезжей части по проспекту Дзержинского и улицы Трикотажной временно остановлен. Почему дорожники взяли паузу, но, несмотря на это, смогут завершить все работы значительно раньше срока, выяснила наша съемочная группа, побывавшая на выездном совещании, которое провел мэр Анатолий Локоть. Участок дороги до улицы Королева отремонтировали еще в прошлом году. Теперь по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» работы продолжились до улицы Трикотажной. Общая протяженность нового участка – около километра. Контрактам предусмотрены исправление продольного и поперечного профиля путем фрезерования, устройство выравнивающего и верхнего слоя из асфальтобетонной смеси, а также подъем существующих смотровых и дождеприемных колодцев. Первый слой асфальта дорожники уже уложили. Для нас критично – это сроки выполнения работы. Магистраль очень интенсивная. И, конечно, нам хотелось бы, чтобы ремонтные работы закончились раньше тех сроков, которые предусмотрены в контракте. А это август месяц. Ну, подрядчик обещает, что закончит раньше. Но видите, как обстановка изменилась вот на этом напряженном перекрестке. А все дело в том, что в госпрограмму «Безопасные и качественные дороги» вместе с участком проспекта Дзержинску попала проезжая часть улицы Трикотажной. Подрядчик выполнил фрезеровку и уложил первый выравнивающий слой асфальтобетона. И транспорт поехал заметно лучше. Следующие этапы мы предусматриваем вообще в целом реконструкцию. Движение дороги, вернее, по проспекту Дзержинского для того, чтобы восстановить четырехполосность движения по нему, вплоть до выхода из города Новосибирска туда до улицы Поликотажной. Но это следующее этапы. Сейчас занимаемся разработкой документации. Возвращаясь к срокам окончания ремонта на проспекте Дзержинского и улицы Трикотажной, стоит обратить внимание на один нюанс. Завершить укладку асфальтобетона уже к началу июня вместо августа позволит синхронизация работ подрядчика. Ведь оба объекта находятся у одной компании. Когда такие два объекта, они вместе, мы можем синхронизировать работы, у нас нет перебазировки по городу, и, соответственно, мы здесь можем оперативно выполнять, скажем так, процентов на 20 уже работы, уже они здесь налажены. Почему же в настоящее время здесь нет дорожной техники? Верхний слой асфальта никто не укладывает. Все просто. Коррективы внесла погода. Дело в том, что окончательное покрытие на дорогу необходимо укладывать при температуре окружающего воздуха ночью выше 10 градусов. Таковы требования технологии. И условия таки ожидаются только через несколько дней. День семьи отметили в Новосибирске. К сожалению, далеко не все дети живут в полных семьях, а зачастую матери отказываются от своих сыновей и дочерей. Для того, чтобы решить эту социальную проблему в нашем городе, работает специальная гостиница для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как благодаря работе этой социальной службы уменьшается количество детей от казняков, и почему все домашние работы в этом приюте они выполняют самостоятельно, узнал Василий Акимов. Это государственное учреждение, единственное в нашем регионе. Подобные приюты для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, конечно же, есть в городе. Однако они работают за счет частных и общественных структур. И зачастую не могут оказать весь тот объем помощи, например, по оформлению необходимых документов, как это делают представители государственной соцзащиты. Конечно, в ходе проживания решаются все проблемы, ну, пытаются специалисты решить все те проблемы, с которыми сталкивается непосредственно женщина. И статистика показывает, что вот эта комплексная работа специалистов разного профиля, она действительно приносит свои позитивные результаты в жизни самих женщин. Нуждающимся женщинам предоставляется временное жилье, бесплатные продукты и необходимые средства личной гигиены. Однако ухаживают за собой и своими детьми они самостоятельно, стирают, готовят еду. Одна из задач этого центра – подготовить их к самостоятельной жизни. Здесь стараются, чтобы постояльцы не жили в социальной гостинице дольше трех лет. Комнаты созданы таким образом, которые максимально приближены к проживанию обычных семейных женщин. Здесь в гостинице есть и душевые комнаты, и комфортные комнаты для проживания, есть игровые, обеденные зоны, обязательно кухня. Женщины, проживающие здесь, их никто здесь не обслуживает. Анастасия вместе со своими тремя дочерями уже длительное время живет в этой социальной гостинице. Сама она приехала в наш город из Убинского района и уже здесь родила своих детей. Сотрудники Центра социальной помощи семье и детям помогли ей за счет материнского капитала купить квартиру. Однако пока она не совсем готова к самостоятельной жизни, да и просто нравится и самой Анастасии, и ее детям жить в этом учреждении. Здесь и добрым советом помогут, и с девочками занимаются квалифицированные педагоги и психологи. Мне здесь вообще нравится, центр хороший вообще. По самым сотрудникам Центра, более 93% женщин, прошедших через это учреждение, положительно решают свои жилищные проблемы, вопросы трудоустройства, восстановления семейных связей и готовы к самостоятельной жизни вместе с ребенком. А если понадобится помощь, то ее также готовы оказать в Центре «Радуга». Для детей-инвалидов и СОВЗ здесь проводятся реабилитационные семейные интенсивы, которые могут посетить все нуждающиеся семьи. Конечно же, если они соберут и предоставят все необходимые документы и справки. Такова уж особенность работы государственной системы социальной защиты. В любом случае, соцработники рекомендуют в случае возникновения каких-либо проблем обращаться в учреждение социальной защиты. Именно там смогут порекомендовать, что делать и куда обращаться за профессиональной помощью. Городской дворец детского творчества «Юниор», а в прошлом дворец пионеров и школьников, отметил свой юбилей. В течение всего года для детей, родителей, педагогов, сотрудников, выпускников и ветеранов были организованы праздничные события. Мастер-классы, концерты, встречи поколений, выставки и многое другое. Ну а главное событие юбилейного года состоялось на сцене театра «Глобус». Там побывала наша съемочная группа. Возраст у городского дворца детского творчества «Юниор» не детский. Учреждению исполнилось 80 лет. За это время в студиях в кружках дворца занимались сотни тысяч детей Новосибирска. 16 мая 2023 года в молодежном театре «Глобус» этот дворец отметил свой юбилей, на котором присутствовали педагоги разных лет, бывшие и современные ученики студий. Это достояние нашего города, как, впрочем, и всего нашего советского прошлого. Потому что в трудные годы, 43-го года, переломный год войны, повсеместно по всей стране начали открываться дворцы пионеров и школьников. И один из таких открылся в Новосибирске. И вот ему уже 80 лет. Это богатая история творчества и настроения. О богатстве творчества сегодняшнего дня дворца можно было сразу узнать по первому представлению визитной карточки дворца на сцене, которая началась с хореографической композиции фей, живущих в цивилизации детства, где есть спорт, музыка, шахматы и даже туристы. На сегодняшний день во дворце работает свыше 300 объединений творческих и кружков, и секций. Занимается свыше 5000 человек. Сегодня это ведущее учреждение системы дополнительного образования города. Среди гостей праздника поздравить дворец пришел коллектив другого дворца молодежи – юность. Они поддержали праздничное настроение ростовыми куклами и героями из своих мюзиклов. Нас пригласили наши коллеги, наши замечательные юбиляры. Поддержать их в этом праздничном мероприятии и выставить свои уникальные костюмы, которыми подготовили наши мюзиклы. Поздравить дворец и педагогический состав пришли первые лица города, которые были учениками различных студий. Движение берется в борьбу. Конечно, меняются и формы работы. Мне кажется, остается самое главное. Посмотрите, сколько формы работы, сколько ребятишек оплатывает, он в своей деятельности. А смысл, мне кажется, остается украиншим – воспитывать гармоничную личность. Новосибирский дворец детского творчества «Юниор» среди всех дворцов России – единственный, в котором есть производство детской игрушки. И это одна из новых форм работы с детьми. Это первое подростковое производство полного цикла, когда подростки, ребята, школьники придумывают игрушки от идей до воплощения. И мы уже снабдили нашими игрушками игровые гостиные «Глобуса». 80 лет в цивилизации творчества «Юниор» – только начало большого пути. Ведь у творчества нет возраста и нет границ. Так что еще не одно поколение детей будет жить в этой стране детства. Каждый раз при любом удобном случае врачи напоминают населению о необходимости прохождения ежегодной диспансеризации. Многие к ней относятся несерьезно и считают, что пока нет очевидных проблем со здоровьем, можно и не спешить. Но на самом деле первым звонком сбоя в организме могут быть начавшиеся проблемы с зубами. Елена Юрченко встретилась со стоматологом, и вот что она узнала. Современная медицина считает, что все органы в человеческом организме связаны между собой. Поэтому, если у вас болят, например, зубы, то, возможно, не потому, что вы ели слишком много сладкого. Проблемы могут быть куда серьезнее. И тогда надо обращаться не только к стоматологу. В поликлинике же у нас есть возможность использовать параллельных специалистов, смежных специальностей. Например, в том случае, когда врач действительно замечает какие-то проблемы, связанные у пациента с гастроматологическими заболеваниями, заболеваниями печени, офтальмологическими заболеваниями, лор-патологией, неврологическими заболеваниями. Потому что все, что я сейчас только что перечислил, одно из немногих, это все и может проявляться определенными признаками в полости рта, где врач, пусть ортопед, пусть терапевт, обязан, увидев эти изменения, сообщить превалирующему специалисту. Поэтому, проходя лечение в стоматологическом отделении муниципальной поликлиники, у пациента есть возможность одновременно проходить обследование и лечение у других специалистов поликлиники. Многие считают, что качественную стоматологическую помощь можно получить только в специализированных клиниках. Но на самом деле это не так. У нас в отделении наравне с самой ортопедической помощью мы оказываем и хирургическую помощь. То есть, благодаря таким аппаратам, как лазерные диоды, пьезоинструменты, различный вид хирургического инструментария, собственно, качественные физиодиспенсеры, которые позволяют установить внутрикосные дентальные имплантаты. Современная стоматология развивается семимильными шагами. Все технические новинки в ортопедии и стоматологии позволяют лечить и протезировать зубы гораздо качественнее, чем это было несколько лет назад. Благодаря сегодняшнему нашему техническому оснащению, нашему техническому ресурсу, мы можем оказывать такие услуги, как немедленная нагрузка. То есть, пациент приходит без зубов на верхней или на нижней челюсти, неважно, буквально через сутки, через трое, человек уже с зубами может полностью их функционально использовать. Конечно, мы оказываем медицинскую помощь на предмет ортопедической, так же, как и окружающие нас частные центры, ничем не хуже. Что касается ценовой политики нашего отделения, то оно, конечно, в разы меньше, чем у наших, так сказать, конкурентов. Обратиться в ортопедическое отделение первой поликлиники может житель любого района города. И при этом не обязательно открепляться от поликлиники по месту жительства. В 2023 году на территории Новосибирской области запустили пять новых маршрутов научно-популярного туризма. Разработало их региональное министерство экономического развития, а поддержал действующий туроператор. Александр Булдаков побывал в Академгородке на некоторых объектах, которые вошли в программу «Новосибирская область. Путешествия в науку». Это чертистый носорог, первобытный бизон, древняя лошадь и овцебы. Это выставочный зал научно-образовательного центра НГУ «Эволюция земли». Понятно, наглядно, доступно, а главное, интересно для детей и взрослых. Здесь рассказывают о том, как развивалась, взрослела и заселялась различными живыми существами наша матушка-земля. Новосибирский госуниверситет – один из многочисленных объектов, включенных в научно-популярные туристические маршруты. Сейчас идет десятилетие науки и технологий. И в рамках этой огромной государственной программы роль науки сегодня должна быть понятна каждому гражданину России. И, наверное, вот такого уникального места в стране, как наш Новосибирский академгородок, вы вряд ли найдете. Потому что только здесь, в центре страны, далеко за Уралом, собрались научные организации, которые объединяют практически все направления научной сферы. В числе маршрутов, которые разработала Минэкономразвития Новосибирской области, есть туры, рассчитанные от одного до четырех дней. В однодневной программе туристы могут посетить до трех научных учреждений. По максимуму познакомиться не только с наукой, но и с Новосибирском можно за четыре дня. Первый посвящен академгородку и его институтам. Во второй вас познакомят с самим городом, включая основные его достопримечательности. Третий день отдан, естественно, научному направлению. Группа посетит зоопарк и дельфинарий. Еще один займет знакомство со сферой самолетостроения. Здесь сочетание лекционного проведения и научно-практического применения, когда мы можем науку посмотреть вживую. Наверное, это можно так сказать. Мастер-классы, интерактивные занятия. То есть вот такой большой спектр, который представлен. К примеру, в Институте цитологии и генетики туристы познакомятся с домашними лисицами. Появились эти совсем не агрессивные животные в результате масштабного многолетнего эксперимента. В Институте ядерной физики можно узнать все о коллайдерах, плазменных установках, увидеть инжектор, который создается здесь для сибирского кольцевого источника фотонов и многое другое. Обо всех турах, научно-популярных и не только, есть информация на специальном портале, адрес которого вы видите на своем экране. Год назад мы запустили новый туристический портал trip2sip.ru. Всех туда приглашаю. Там как раз есть различные маршруты. У нас не только маршруты научно-популярного туризма, есть различные маршруты сельского туризма, различный деловой туризм, оздоровительный, в нашей санатории, знаете, да, то есть интересно. Здесь и правда много интересного. Так что путешествовать можно не только активно, но и познавательно. И Новосибирская область для этого подходит как нельзя лучше. На сегодня это все. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru и в социальных сетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok